Ирки Кунчаны! Предаю тебе, Вовка Анафеми! Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. И никакой ты неверующий человек. Ты чистый, дешёвый бес. Когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Бесты и слуги твои, мелкие бесы. Дай Бог, чтобы и до скончания века страна наша была такой. Сильный, могучий. Ваша сатанинская нацистская власть. Свободная и ни от кого независимая жизнь и нашей страны. Да хранит землю русскую от междоусобной брани и от нашествия иноплеменников. И да укрепляет единственную духовную силу, способную реально скреплять воедино наш народ. Минуточку! Будьте добры помедленнее. Я записываю. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это нацист! Нацист! Это нацист! Это нацист! Нацист произошло на нацист! Арестовали их! Я просто поплопаю. Ваше величество. Вы знаете, что я старик честный. Я... Совершенно открыто должен сказать, как и подряд. Старик прямой. Я говорю правду в глаза, даже если она неприятна. Который призван говорить правду. Я ведь, Ваше величество, стоял тут все время. Видел, как вы, грубо говоря, встаете. Не обращая внимания ни на политическую конъюнктуру. Слышал, как вы, откровенно говоря, смеетесь и так далее. Позвольте вам сказать правду, Ваше величество. Ни пропагандистские акценты. Позвольте вам сказать прямо, грубо, по-стариковски. О том, что огромную роль... Вы великий человек, государь. Да нет, Ваше величество, нет. Мне себе не переворотник. В исправлении этой кривизны нашей истории сыграли это лично вы, Владимир Владимирович. Великан, свети вам. Ух, король. Вечта вы, Владимир Владимирович. Ух, умница. Игорь, дай я тебе поцелую. И никогда не бойся мне говорить правду прямо в глаза. Я просто похлопаю. Сегодня я хочу поговорить с вами о так называемом величии России, просто взяв данные из открытых российских источников. Россия действительно самая большая страна. Ее территория это 17 тысяч квадратных километров, 85% из которой просто непригодны для жизни. 85% территории России это непроходимые леса, вечная мерзлота, болота, озера, горы, реки, постоянно затапливаемая территория. То есть только 15% территории России пригодны для жизни. Чтобы вы понимали, это чуть больше Судана и намного меньше Казахстана. Еще величие. Общая численность населения России 144 миллиона человек. Довольно-таки много, но из них 60% это старики, дети и инвалиды. И только 20 миллионов это трудоспособные мужчины. Из них я прочту 1 миллион сидит в тюрьме, 1 миллион служат в МЧС, МВД и ФСБ, 4 миллиона хронические алкоголики и полтора миллиона наркоман. Еще величие. В России идет борьба с коррупцией. В России есть 160 контролирующих органов, которые могут прийти к любому своему гражданину за взяткой. Возможно, вы не знали, но в России ежегодно дается примерно 3 миллиарда долларов взяток. Еще величие. Средний россиянин потребляет 18 литров спирта в год. В 2021 году без вести пропало 55 тысяч человек. Около 2,5 миллионов детей в возрасте до 14 лет избиваются родителями. 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от семейного и в том числе сексуального насилия. В России более 2 миллионов сирот. Количество преступлений сексуального характера в России увеличилось за 3 года в 25 раз. Еще величие. Каждую минуту умирает 5 человек, а рождается 3. 30% детей рождаются вне брака. Только в Сибири за последние 7 лет исчезло 11 тысяч деревень и 290 городов. 26 тысяч детей не доживают и до 10 лет. Ежедневно умирает по 50 младенцев, 70 из них в родильных домах. Достаточно величия? Теперь прежде чем соваться к кому-то с русским миром, разберитесь со своей жопой. Слава Украине! Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! У нас в стране многие мыслят в этом смысле гораздо радикальнее президента Путина. Если кому-то кажется, что президент Путин очень жесток, вы ошибаетесь, дорогие господа, так сказать, сэры, перы и прочие-прочие, да, и паны. Вы ошибаетесь! Кому-то кажется, наверное, что вот они, может быть, сами себе вручут, что вот есть такой большой российский народ, он весь мечтает, так сказать, как бы жить там в либеральной демократии, а один Путин заставляет вот это самое, вот это, вести эту военную операцию до Дальтая. Вы ошибаетесь! Вот буквально, мне периодически, так сказать, я общаюсь с людьми на улице, вот буквально недавно, где-то один подходит, говорит, что вы там, говорит, все, в зорницу-то играете? Надо, говорит, их уничтожить было, когда они приезжали, эти президенты, как Зеленский, ну-то и все. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно. Никогда ни на кого не нападала. Никогда ни на кого не нападала. Это удивительно. Бес ты! И слуги твои! Мелкие бесы! Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная! Несколько дней назад осталась незамеченная и крайне интересная новость. Любимое место обидания российского президента, тот самый сверхзащищенный бункер, оказался в опасности. Критическая ситуация длилась почти два с половиной часа. Убежище Путина оказалось не таким уж и сверхзащищенным. Российский оппозиционный канал «Урал» сообщил, что 16 апреля подземное убежище главы Российской Федерации было обесточено в течение целых 136 минут. Стоит также особо обратить внимание на одну весьма важную деталь в этом происшествии. Дело в том, что в данном убежище Путина, естественно, имеется функция дублирования всех систем жизнеобеспечения. Более того, это система с троекратным дублированием. К величайшему удивлению инженеров и техников, обеспечивающих работоспособность убежища первого лица государства, указанные системы не сработали. Не включился и не сработал ни один из 64 имеющихся мощнейших дизельных генераторов. Издание сообщает, что немногим ранее источник СФСО сообщал о нескольких тревожных ситуациях рядом с бункером. Спецподразделения Федеральной службы охраны объекта несколько раз поднимались по тревоге в связи с тем, что дроны, регулярно облетающие прилегающую местность, сигнализировали об излишней активности вокруг горы Ямантау. Под этой горой располагается сам бункер. Никого найти или задержать не удалось, но факт остается фактом. Спустя некоторое время после тревог бункер Путина был обесточен на целых 136 минут. Сообщается, что в убежище первого лица государства поднялась настоящая паника. Неизвестность сильно напугала окружение Путина, тем более, что охрана не смогла дать никаких объяснений. Такое сверхзащищенное убежище оставить без электроэнергии и не дать включиться ни одному дизель-генератору, это свидетельствует только о том, что и снаружи, и внутри бункера имеются силы, способные ликвидировать Путина. И, судя по всему, эти силы уже начали действовать. Для дальнейшего понимания того, что кто-то явно готовит приговор для Владимира Путина, хочу сообщить еще одну интересную новость. Стало известно, что Пентагон принял на вооружение модернизированную особо мощную противобункерную авиационную бомбу GBU-57AB. Соединенные Штаты создали эту бомбу еще в 2002 году для решения непредвиденных ситуаций в случае появления проблем, связанных с иранской ядерной программой. Первый образец бомбы был способен перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона. После модернизации бомбы эти цифры возросли в почти два раза. В ее заявленных характеристиках появились новые цифры. Пробивная способность бомбы – более 100 метров грунта и более 30 метров армированного бетона, и только потом следует взрыв, уничтожая в замкнутых пространствах тоннелей или бункеров абсолютно все. Похоже, что такой боезапас может стать самым настоящим ночным кошмаром российского президента, известного любителя отсиживаться в бункерах. Юльке кончене!